дорогие друзья сейчас родители друзья жених с невестой будут заходить зал и мы будем встречать их а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 обязательства, которые вы должны, взаимные права и обязанности в семье. Это очень важные такие моменты. И хотелось порадовать, да, мы это понимаем, но мы опять же опираемся на текст освященного Писания, что семья – это творение Божие. Это в его замысле было с самого начала, когда он сотворил мужчину и женщину, он понимал, что они должны быть вместе. Это его творение – семья. И поэтому, вникая в Священное Писание, мы сегодня хотим, опять же, и себе напомнить, и это, опять же, очередной раз свидетельство о том, что Священное Писание – оно истина, оно непреложно, ему можно доверять, и если быть послушным ему, этому Слову Божьему, мы будем благословены, мы будем счастливы, понимая, что Господь одобряет нашу жизнь, Господь благословляет нас, и Он находится среди нас. И наоборот, если мы непослушны Ему, то и во всем остальном, мы начинаем терпеть крах. Когда-то к Иисусу приступили фарисеи, они под сомнение поставили повеление Божие. Им казалось, что Моисей, когда пошел у них на поводу, у людей, из-за их жестокосердия, что этого достаточно. И они пришли к Иисусу Христу, понимая, что Он имеет истины, и они хотели спросить, подловить где-то Его даже. Это мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, 19 глава, с 3 стиха и ниже. «И приступили к Иисусу, фарисеи, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой Своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему остави человек отца, и мать прилепится к жене Своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, чего Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорили Ему, «Как? Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он, Иисус, говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой Своей, не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят Ему ученики Его, «Если такова обязанность человеку к жене, то лучше не жениться». Представляете, насколько в то время, когда казалось, что люди выполняют закон и повеление Божие, мы видим, что в наше время эти границы еще больше размылись. Люди относились к браку, и, ну, не нравится, дам разводное письмо, ну, где-то свою семью поправлю, то Иисус Христос сказал, что «Моисей по вашему жестокосердию это написал, а изначально в Божьем промысле, в его замысле семьи этого не было. Он сотворил мужчину и женщину». Там не было третьего человека. Был мужчина, была женщина, которым Бог сказал, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». И также сказано было, что «оставит отца и мать, и прилепится». В то время, кажется, еще не было родителей, но когда Адам увидел жену, когда она пришла к нему, он тоже это понимал, что в дальнейшем оно по-другому не может быть. «Оставит отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут одной плотью». Это очень страшно, когда есть другие люди, которые вклиниваются в семью. Будь то родители, друзья, может быть, соработники, или, может быть, мы сейчас тоже это видим в социальных сетях, где люди ищут внимания, где они ищут какого-то особого взаимоотношения, и в итоге ломается их семейная жизнь. Здесь Христос привел такой важный момент, что они оставят родителей, прилепятся и будут одной плотью. Очень тяжело человеку просто, вот так сказать, себя разделить на две части. Ну, как бы сказать, что рука-то в ней не нужна, там где-то сама по себе валяйся, да, или, допустим, делай свои дела, а, допустим, другая рука, или вот это, ну, наверное, человек становится ненормальным. Это что-то неестественное, когда голова не дружит с телом. Когда человек лежит как парализованный, руки его не сушатся, ноги его не сушатся, или, если еще страшнее, руки произвольно что-то делают, да, причиняя вред своему телу всему. И мы на таких людей смотрим со страданием, с ожалением, понимая, что это человек-инвалид, коллега. То Бог, закладывая вот в семью, Он смотрел как два человека, которые становятся один. Вроде как бы и ходят по отдельности где-то, да, он на работу поехал, она дома находится, или она в магазин поехала, он какие-то дела делает. А в то же время их мысли, их разум, их чувства, их доверие друг к другу становятся одним. Это очень важно. И Христос в этом отношении, Он сразу сказал, изначально, изначально, когда Бог творил, Он это имел в виду. И дальше мы уже видим, да, если человек живет, исполняя повеление Божие, Он благосовен. И наоборот, если мы проявляем непослушание заповедям Божьим, мы наказываемся. Можно человеку сказать, что, ну, а я не знаю его заповеди. В таких случаях с человека не снимается ответственность за то, что он не знает. Как любой ответственный гражданин, он должен понимать свои права в государстве. Он должен понимать, да, то, что, допустим, если он, когда причиняет какое-то зло, то он за это получит наказание. Его садят в тюрьму, его ограничивают чем-то. То же самое и в Слове Божьем. Мы должны знать закон заповеди Иисуса Христа, нашего Господа. То, что Он нам дал. Мы это можем узнавать только тогда, когда будем читать Священное Писание. Когда мы будем любить Его и понимать, что это Божье Слово, это моя рекомендация, это книга, которая помогает мне идти туда, к Небесному Иерусалиму, чтобы получить спасение. И мы можем видеть, опять же, на первых людях, по Адаму и Еве, их шаги непослушания. И это мы находим в Бытие, 3 глава, с 15 стиха и ниже. И сказал Господь жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятый пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему в лечение твое, и он будет господствовать на тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчицы произрастит она тебе. И будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. И вот здесь мы видим, Господь давал благословение. Первые люди, они жили в Саду Эдемском, где было все прекрасно, где они могли наслаждаться, деревья произращали плоды, они могли находиться в комфортных условиях, но после того, как они ослушались своего Творца, Господа, Господь говорит, за то, что ты, и вот за непослушание мы начинаем получать воздаяние. Очень жалко бывает смотреть на семьи, где, когда родители жили не в послушании, и дети их тоже получают. Вот то, чем жили родители. Это страшно. Сегодня эта ваша ладья будет отплывать в этом море жизни, и будет от вас зависеть, какой там будет уют, будет кто у вас капитаном в лодке, кому вы будете подчиняться, чем вы свою ладью будете заполнять, какими драгоценностями, чем она будет богата. Я думаю, в этом отношении окружающие люди, которые будут соприкасаться с вами, они будут видеть, чем вы живете, и будут знать. В ваших взаимоотношениях, в ваших взаимоотношениях с Господом, от того, как вы послушны, какие вы имеете взаимоотношения между собой, все будут видеть, насколько Господь благословляет вашу семью, вот в этой ладья. И когда Господь дал возможность народу израильскому пройти сквозь пустыню, и они должны были уже подойти к земле обитованной, Господь в этом отношении обратился к народу, и Он им сказал, от вас зависит, выберите вы благословение или проклятие. Это не я такой строгий, что просто так наказываю вас. Я вам предлагаю. И уже вот в воскресенье я читал, и хотел повторить, да, этот стих, это Второзаконие, 30 глава. Господь говорил, «Во свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, и любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его, приорвлялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог склятвую обещал отцам твоим». Здесь Господь дает народу израильскому, говорит, от вас зависит, выберите вы благословение или проклятие. Конечно, каждый из нас хочет сказать, я выбираю благословение, но в вашей жизни, в вашем послушании вы это будете видеть, насколько вы послушны. Будут искушения приходить в вашей жизни, будут моменты, когда будет выбор у вас стоять, поступить честно или поступить лукаво, обмануть или сказать правду, правильно поступить, сделать добро или где-то, может быть, отойти в сторону, видя, допустим, когда человек нуждается в вас, в вашей взаимоотношении друг с другом, в вашей решении, насколько я буду поступать честно пред Господом, насколько я буду поступать добро, насколько я буду поступать милосердно, В этом отношении вы должны будете друг друга поддерживать. И взлом также часто бывает, когда кому-то приходит на мысль, на сердце мысль какая-то, и делится своей половинкой, и другая половинка поддерживает. И в плохом, так тоже бывает. И для нас свидетели этому Анания и Сапфира. Когда вроде благие намерения были продать участок, принести в церковь деньги и сказать, вот деньги мы принесли. Но только вот они видели, что другие люди так приносят и отдают все. И про них говорят что-то хорошее. И хотелось тоже, ну вот вроде как бы принести, чтобы про нас тоже хорошее сказали. Сказать, ну давай мы какую-то часть чуть-чуть себе спрячем, а скажем, что мы все. И в этом отношении и муж, и жена вместе решили это. И мы видим, что Господь лишил их жизни в этот же самый час. Поэтому для нас, да, это хорошие такие примеры друг друга поддерживать. Если где-то приходит какое-то искушение, то опять же от вас и вообще вот в наших семейных жизнях зависит насколько я буду тем человеком, который боится Господа. И допустим сказать или мужу, или жене в таком случае, да, к своим, сказать, что а я считаю, что так нельзя делать. Не будет благословения Господа. И наоборот поощрять, делать добрые дела, быть честными, быть богобоязненными людьми. И тогда Господь будет благословлять. Мы в этом отношении видим, что Господь, Он все видит, даже когда все остальные люди не будут видеть. Где-то стоит уступить, смириться. Где-то, может быть, надо будет лучше пускай мне быть обиженным. Не в том смысле, что-то есть обиду, да, но уступить, чтобы остаться вот, ну, в этом отношении ущемленным. Господь над всем надзирает. И Он, когда все остальные даже не будут видеть, но Он все будет видеть, и Он будет воздавать по заслугам. Если это доброе, то вы будете получать воздаяние от Него. Вы будете постигать, откуда у Господа берутся вот эти милости, которые Он просто приносит и готов давать. Хотя остальные могут удивляться в этот момент, почему их Господь так особо любит. Но Господь, Он сердцевидец, Он знает и воздает. И в этом отношении мне хотелось прочитать, как пожелание, это из послания Тимофея, первое послание Тимофея, вторая глава, там для мужа сказано и для жены, с восьмого стиха. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Вроде, кажется, для мужа сказано один стих, а потом для жены уже шесть стихов, там больше сказано, кажется, несправедливо. Но в этом стихе заложена большая глубина. Здесь сказано, чтобы на всяком месте мужи воздевали в молитве руки, без гнева и сомнения. На каждом месте, на работе, дома, когда одни, когда в обществе. И сказано, поднимали чистые руки. Я не виновен, я делаю все правильно. Я являюсь благословением для моей семьи. Я веду молитвенную жизнь. На всяком месте воздевали руки в молитве. Я являюсь заступником. Я являюсь тем человеком, который переживает за родных и близких. Я поступаю правильно, и Бог слышит мои молитвы. Здесь настолько, вот Павел говорит, в этом сокрыто. Это очень страшно, когда муж не является священником в семье. Когда он себя так ведет, что дети говорят, ну если папе все так можно, то нам тем более. Когда, допустим, да, у него нет духовной жизни, когда он ругается, когда поступает нечестно, когда лукавит, когда дома разборки идут, нет нормальных взаимоотношений. И после этого он скажет, что, детки, давайте помолимся. Иногда, может быть, оно даже где-то как сарказм звучать, потому что, папа, о чем ты нам говоришь? Ты сейчас нам о молитве, да ты посмотри, как ты себя пять минут назад вел. И это большое благословение, когда наши дети в нас могут видеть человека, который молится, который возносит их нужды, их переживания. Когда он несет свою супругу на руках молитвы, когда он является вот святым человеком, на которого дети хотят равняться. Он для них пример. И вот здесь сказано, что на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Я верю, что Господь слышит мою молитву, я не сомневаюсь. Я приношу ему мои просьбы и переживания, я знаю, что он готов ответить. И там еще сказано, да, без гнева. Это то, что нужно для мужей. Это то, что нужно для отцов. Это то, что Господь ожидает от нас. Это касается всех нас, как мужей, как отцов. И я думаю, что каждый из нас, опираясь на текст освященного Писания, мы просматриваем себя. И если где-то что-то не так, нам стоит просить прощения у Него, чтобы нам не быть соблазном для наших детей, чтобы не быть соблазном для нашей супруги. Супруги, потому что, видя наше непослушание, неправильное хождение пред Богом, они говорили, ну, если ты так послушен Богу, то что ты от меня требуешь? Это все вот заложено в этом. И дальше мне хотелось уже прочитать это то, что для жены. Чтобы так же и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, но многоценную одежду, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется честь чадородия, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Для мужчины здесь не сказано о том, чтобы он одевался, как сказано, со стыдливостью и целомудрием. Почему-то именно это к женам обращается, это к женской половине. Бог так устроил, что от жены зависит быть привлекательной, быть внешне опрятной. Но и в то же время женщина может так одеться, чтобы выглядеть вызывающе, чтобы чужие взгляды прилипали к ней, чтобы возбудить похоть. Это все от нее. И почему-то Господь именно сотворил мужчин, такие, какие они есть, и женщины, такие, какие они есть. И вот здесь для христианской жены сказано о том, что должны обращать, чтобы твоя красота, она была для мужа твоего. Очень часто бывает для многих семей, дома жена согласна ходить в старом халате, нерасчесанная, может быть, там как-то... Но зато куда-то, когда выходит в свет, переодевается и выходит красавица. Хотя муж, может быть, дома остается. Как бы для внешних показать, какой ты или какая ты красивая. Но здесь для жен, в первую очередь, нужно твой единственный. Твой тот, ради кого ты живешь, он находится рядом. Поэтому ради него стараться быть привлекательной, быть красивой, чтобы он видел в тебе твою красоту. Не остальные, чтобы это все разглядывали. Оно должно быть чина, благопристойно для внешних. Но муж должен восхищаться твоей красотой. Поэтому стараться это давать ему. А здесь уже сказано, что для внешних оно должно быть в приличном одеянии, со стыдливостью, целомудрием. Украшать себя ни плетением волос, ни золотом, ни уборами. Но дальше сказано – добрыми делами. Это прекрасно, когда окружающие, они говорят, какая она прекрасная в этом отношении, что добрыми делами. Она и там увидела бабушку, помогла, и кому-то доброе слово сказала, и где-то поддержала, и в молитве. Не распространяется, может быть, в каких-то, может быть, в пустословиях, в сплетнях, но имеет слово благодати. А это зависит от нашего внутреннего мира, от ваших взаимоотношений друг к другу. Когда ваши какие-то переживания за родных и близких, они возносятся в молитве Богу, но никогда я на телефоне сижу и всем подружкам, или, допустим, в кругу друзей, все это разношу. Мои взаимоотношения с Богом очень важны. И дальше сказано – а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Это очень важные такие тоже моменты, когда жена понимает, кто она, какую власть ей дал Бог, что он от нее ожидает. И когда у нас Священное Писание не говорит, что жена должна быть рабыней, а муж – деспот, и унижает, как мы уже с вами беседовали до этого, да, что когда мы говорим о муже, что он является головою, как голова заботится о теле, и она переживает, и как Христос в этом отношении, он настолько любил Церковь свою, что он пришел и отдал жизнь свою за нее, то и тело, оно подчиняется голове. Оно понимает, что быть послушной – мне будет лучше. Вы все будете расти и умственно, и в вашем семейном таком, как бы, да, опыте. Поэтому от вас будет зависеть, если вы будете пробовать это все делать, не то, что говорит Священное Писание, а так легко иногда женам, ну, начинать воспитывать своего мужа. Я его переделаю, как я его, как бы, хотела бы видеть. Но обычно эти результаты кончаются плачевно, или плачем, или разводами. Господь может помогать в этом отношении, когда вы будете приносить Ему ваши переживания в молитве и просить, чтобы Господь работал, чтобы где-то пересмотрел ваш муж или ваша жена, допустим, где, кажется, вас он раздражает в этом вопросе. Ему приносите это, и тогда Господь будет вас благословлять. И вот здесь сказано, что жена не должна учить мужа. Он должен учиться на ошибках. Он должен понимать, где неправильно поступил, и потом понимать и делать правильные решения. Если ему не будет даваться вот эта возможность, и жена будет пробовать это взять в свои руки, то я часто вот так и видел в семьях. Мужчина в таких случаях отходит назад и отдает эти полномочия жене. Она жалуется всем, что ему все безразлично, он не прикасается, но она сама у него забрала это все. И с каждым разом она на себя больше грузит, а он все дальше-дальше отходит на диван, садится, телевизор включает, сидит, смотрит или где-то пропадает. Мужчина должен понимать, на нем семья, на нем ответственность. Он должен принимать решения, и тебе будет легче, и он будет принимать вот эти все решения, с которыми вам придется сталкиваться в жизни, и вам быть одним целым. Друг с другом разговаривать, друг к другу в этом отношении рассказывать ваши переживания. Пускай, может быть, даже где-то это иногда может больно смотреть, где-то, где-то, да, где-то вот так мягко сказать, но в этом отношении сказал, что не учить, не влавствовать. Сказано, мудрая жена устрояет дом свой. Это не просто, что, да, как я уже говорил, картинки дома висят. Это ваш мир, взаимоотношения в семье. И поэтому сказано через апостола Павла, что есть искушение, чтобы женщина хотела властвовать, что она принимала решения. Но здесь апостол Павел напоминает, что не Адам прельстился, но Ева. И есть в этом отношении определенные переживания, да. И очень важно, когда вы будете иметь правильные взаимоотношения друг с другом и, в первую очередь, с Богом. Тогда ваша семья будет благосовена. Вы будете радоваться, вы будете познавать друг друга всю жизнь, радоваться тому, что Господь с вами. Или может случиться наоборот. Как Господь сказал, изберите благосовение или проклятие. И у вас вот эта жизнь ваша будет, это как раз выбор возможностей. Поэтому хотелось, чтобы Господь благосовил вас в вашем решении, в ваших, как бы сейчас, обещаниях, которые вы должны будете давать. Я попрошу, чтобы вы стали лицом друг к другу, дали ваши руки, правые. Может быть, букетик можно пока подружкам взять. И пока у нас хоровая группа готовится, я хотел спросить вот обещания, которые вы должны дать. Вы стоите сейчас пред Богом. Вы стоите сейчас пред своими родителями, которые родили вас, которые воспитывали, которые за вас переживали. Вы стоите перед церковью. Вы стоите перед друзьями. И хотелось спросить у вас. Рувим, в присутствии всемогущего Бога, из собранных здесь свидетелей, обещаешь ли ты любить, ценить, уважать стоящую возле тебя Юлиану, правую руку, которую ты держишь? Обещаешь ли ты заботиться о ней в болезнях и здравии, в радости, в печали, в благополучии и нужде, в молодости и старости? Обещаешь ли ты быть верным ей до смерти? Да, обещаешь. Обещает. Да благословит тебя Господь. Юлиана, в присутствии всемогущего Бога и собранных здесь свидетелей, обещаешь ли ты любить, ценить и уважать, быть помощницей, стоящего возле тебя Рувима, правую руку, которого ты держишь? Обещаешь ли ты заботиться о нем в болезни и здравии, в радости и в печали, в благополучии и нужде, в молодости и старости? Обещаешь ли ты быть верной и преданной ему женой до смерти? Обещает. Да благословит тебя Господь. И сейчас поют двое рук и двое уст. ПЕСНЯ 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 Дорогие друзья, у нас сейчас будет время для молитвы. Я попрошу в церковь встать и вначале помолятся родители невесты, потом родители жениха, потом молодые будут молиться. ПЕСНЯ 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 То, что ты сам считаешь нужным ПЕСНЯ streng И нас Всегда быть поддержкой и помощью для них. Господь, благослови также остаток этого дня, предстоящий пир. Я Тебя сердечно благодарю за все и славлю Бога моего Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Мой Бог, я благодарю Тебя сердечно за Твою любовь, милость ко мне. Благодарю, что Ты послал Сына своего Иисуса для того, чтобы спасти всех нас. Благодарю, что когда-то Ты меня спас, Ты меня поставил в церковь свою, Господь. Благодарю, что по жизни Ты чудно заботишься обо мне. Ты мне послал и спутницу жизни, послал семью, деток дорогих, Господи. Я безмерно благодарен Тебе за это. Благодарю Тебя за Юлию Аночку, Господи. Очень прошу Тебя, чтобы Ты ее благословил. Обильно помоги ей быть послушной женой, Господи, чтобы те пожелания, которые сейчас прозвучали, они сохранились в сердце ее, Господи. И помоги всегда в трудные минуты обращаться к Тебе, прежде всего, Господь и Бог мой, и служить Тебе, Господь. Благодарю Тебя за Рувима, Господи. И очень прошу, чтобы Ты его благословил. Помоги ему быть добрым мужем во всем, быть помощником, Господи. Благослови эту молодую семью. Благослови материально, благослови духовно. Благослови также и пошли им, и деток, Господь. Очень прошу Тебя об этом. Прими за всю славу и холу, мой Бог. Аминь. Дорогой Господь, также я предстала перед Твоим святым величием благодарность Тебе и слава за то, что Ты довел нас до этого времени и до этого бракосочетания нашего Сына, Господи Рувима. Я прошу Тебя, благослови их семью, которую Ты сегодня сочитываешь их в этом молитвенном доме, чтобы в этот день сочетания, когда они сочетаются с Юлианой, чтобы они были целы, воедино, и чтобы никогда никто не разлучил их на этой земле. Я прошу Тебя, дай им твердой, крепкой веры, чтобы они искали лица Твоего во всем, во всех своих поступках, делах. Благослови Рувима и Юлиану вместе идти по жизни, чтобы они доверяли Тебе во всем. Благодарность Тебя и за Юлиану, и за семью, которых воспитала, за Юру, Наташу. Благодарность Тебе за здоровье, за то, что они находятся среди нас сейчас. Ты позволил нам все это, Господи, благословил. Мы благодарим Тебя за это, за то, что они воспитали ее и довели до сегодняшнего дня, и что это сочетание, Господи, с Тобой все происходит. Мы так благодарны Тебе, мы не заслуживаем. Это Твоя милость, любовь Твоя к нам и к нашим детям. Благослови их во всем, во чем они будут нуждаться. Чтоб они и в этой церкви имели служение. Пошли Рувима, Господи, чтоб был он муж по сердцу Госкоду Твоему. Благослови его во всем. Пошли ему мудрости, страха Твоего, чтобы он повелевался Тебе и вел свою семью по Твоему Писанию, которое Ты нам оставил. Благодарность Тебе за слово, которое Ты нам оставил на этой земле, что оно живо и действенно. Благодарность Тебе и за мужа, которого Ты некогда послал. За всех моих детей будь с нами, любящий Господь. Пошли им также и деток. Благослови их во всем. Во всем будет воля Твоя, чтоб они не делали. Слава Тебе за все, любящий Господь. Аминь. Дорогой Господь, слава Тебе и благодарность, Господи, за то, что Ты некогда коснулся моего сердца, Господи. Я отозвался на Твой зов, Господи. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что я имею возможность стоять пред именем Твоим Святым, Господи. И видеть своего первенца, Господи, здесь. Я благодарю Тебя, что он изъявил желание быть христианином, Господи. За то, что он стоит пред Твоим лицом, Господи. И просит Твоего благословения, Господи. По милости Твоей благослови эту семью, Господи. Дай им силы, здоровья, мудрости, Господи. Во всех их путях, которые они предстают, Господи. Чтоб они так же обращались в Слово Твоем, Господи. Чтоб они назидались в Нем, Господи. Чтоб оно всегда было пред Ним, Господи. Также дай им не мудрости быть, не быть преткновением, Господи, в их семье. Чтоб только Слова назидания, Господи, и Слова Твоего, Господи, исходили из моих уст и им. Благослови, Господи, их семью, Господи. Чтоб у них были дети, Господи. Чтоб они были здоровые, Господи. Чтоб и в них была мудрость, Господи. Чтоб дать им христианское воспитание, Господи. И страх Твой. Благослови, Господи, и нас, Диночка, Господи. И нашу семью, Господи, Ты знаешь, и наших еще остальных детей, Господи, которые нуждаются в Твоей милости, Господи. Благослови каждого в отдельности, Господи. Благослови этот оставшийся день, Господи. Да прославится имя Твое Святое, Отец Сын Достой. Аминь. Молитву совершат молодые. Дорогой Отец Небесный, Боже, благослови, что Ты хранился за два часа с Твоей, что мы можем все здесь прививать, Боже, в церкви Твоей. Благослови, что Ты послал сегодня хорошую погоду, Боже, за то, что Ты коснулся моего сердца, Боже, за то, что я могу быть членом церкви здесь, служить в служении, Боже. Благослови Тебя за эту возможность. Благослови, что Ты послал рвима в мою жизнь, Боже. Помоги нам всегда лежать Тебя в середине нашей семьи, Боже. Боже, прошу Тебя благословения в нашей совместной жизни, чтобы мы могли все правильно сделать, чтобы прислушались советам. Пошли мне мудрости, чтобы я могла быть послушной женой, покорной Божией. Прошу Тебя также храни и благослови рвима, чтобы он мог быть служителем в нашей семье и вести по правильному пути Божий. Глорить безо всех гостей, которые здесь пришли, порадоваться с нами, Боже. Глорить безо всей молитвы, которая нас поддерживает, Боже. Прошу Тебя храни нас от этого дня. Глорить безо подготовки, которые пройдены всю эту неделю, Боже. Благослови нас. Аминь. Дорогой Господь, слава Тебя, Господи, за то, что Ты довел меня до сего часа, до сего дня, до сего места. Господи, я благодарю Тебя, Господи. Я не достою ничего этого, Господи, но по милости Твоей, Господи, Ты коснулся и моего сердца, Господи. Я мог прийти к Тебе, познать Тебя, Господи. И полюбить Тебя, Господи. Ты видишь, Господи, наше решение, Господи. Создать семью, Господи. Я прошу Тебя, подкрепи меня в этом, Господи. Пошли мне силой, Господи, быть священником в этой семье, Господи. Чтобы я был духовно крепок, Господи. Чтобы я был, Господи, послушный, Господи, Тебе, Господи. Чтобы я поддерживал Еленочке во всем, Господи. Чтобы я любил ее, Господи. чтобы был понятливым, Господи, чтобы я всегда держал Тебя в середине нашей совместной жизни, Господи, помоги нам в этом, Господи, помоги нам во всем, Господи, Ты видишь наши нужды, наши переживания, Господи, усмотри все, как Ты считаешь нужной, и пошли нам силы, Господи, принимать все от Тебя, Господи, с радостью и с благодарностью, Господи. Ты видишь, Господи, и этот, Господи, предстоящий пир, Господи, усмотри все там, Господи, чтобы дали, Господи, пожелания, Господи, чтобы мы прислушивались к ним, Господи, чтобы мы их запоминали, Господи, и применяли в нашем совместной жизни, Господи, помоги нам в этом, Господи, благослови их нас, Господи, пошли нам так же и деток, Господи, Ты видишь наши нужды, наши переживания об этом, Господи, усмотри все это, Господи, Да будет имя Твое прославлено во всех нашей жизни, Господи, до конца, Господи. Слава Тебя за все, мой Бог. Аминь. Пение, Боже, предстали по воле Твоей. Пение с небесной, жених пред тобой, Вместе решают пройти путь земной. Благослови ты, Союз и Святой. О, возложи, Боже, руку на ней, Жизни держаться путей только Твоих. О, Боже, мы их приносим, Мольбей, Слава, Ты прибудешь с ними, Жизни держаться. Дорогой наш Господь, мы благодарны Тебе, что Ты сочитываешь. И мы поэтому обращаемся к Тебе и просим Твого благословения на эту молодую семью, на Рувима, Юлиану, чтобы они могли жить по Священному Писанию Твоему, стать одним целым, чтобы Ты был Господином их семьи. Они могли Тебя постоянно видеть, могли доверять Тебе свои переживания, трудности, радости, чтобы Ты был постоянно среди них. Да, это время, когда они будут познавать Тебя. И мы просим, Господь, открывайся им, чтобы они видели дивную руку Твою. Мы просим, Господь, Ты слышал молитву родителей, Ты слышал молитвы молодых, и они просили, чтобы Ты пошел с ними, чтобы Ты благословлял их, чтобы они всегда чувствовали руку Твою над собой. Мы просим, Господь, благослови по просьбе их и сохрани от всякого рода зла. Мы не знаем, Господь, что нас впереди ожидает, какие вызовы будут, какие трудности, но мы просим, благослови их семью, чтобы они были светом и примером для окружающих, чтобы они понимали, куда они идут, и то, что они должны помогать друг другу идти к Тебе, к вечности. Господь, мы просим Того благословения на их семейную жизнь, если Ты пошлешь им деток, чтобы они могли их воспитать в послушании Тебе, чтобы детки могли расти, быть послушны Тебе, в первую очередь, и родителям, чтобы они могли передать истину Твою для этих деток. Просим Тебя, Господь, благослови их, чтобы, где они будут жить, среди людей, соседей, встречаясь на работах, они могли понимать, что они являются одним, жить друг для друга, и в разговорах во всех моментах они использовали правильную речь, которая угодна Тебе, чтобы они говорили лишнее, не говорили неугодное Тебе, но то, что будет прославлять Тебя. Господь, благослови их в взаимоотношениях с родителями, с родными, чтобы они понимали, что теперь они являются своей семьей, чтобы жили этим, чтобы могли прилепиться друг к другу, и чтобы не было никакой третьей стороны сил, кроме Тебя, который бы присутствовал вместе с ними. Огороди, Господь, помилуй их, даруй ему радость, уповая на Тебя. Аминь. Аминь. Вставайте. Дайте ваши правые руки. Можно я подниму, можете смотреть на зал. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Объявляю вас мужем и женой. Поприветствуйте друг друга. Я думаю, сейчас хор, хоровая группа еще споет поздравления. И после этого их ведущий, кто будет на свадьбе, он выйдет, сделает объявление. И после этого, уже начиная с родителей, с родных, можно будет подойти сюда, чтобы поздравить молодых. Радуйся, небо, звезды, ликуйте, ангелы, польте. Божий, великий, здесь твои дети, дай же им счастье. Многие лета, многие лета, дай твое счастье. Многие лета, многие лета, дай твое счастье. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Коля, я буду ведущий второй части пира, который будет находиться в другом здании. Сейчас, дорогие друзья, до трех часов молодые приготовили для нас на улице, как аппетизерс там будет. И в три часа мы начнем вторую часть в другом здании. Другое у нас дети до 12 лет. Это очень важно. Родители, вот дети до 12 лет, у них будет в другом здании, там, где спортзал. Только если ребенок у вас еще в корсете, или который может сидеть еще на коленах, можете взять с собой. А дети до 12 лет, пожалуйста, сразу можете в другое здание завести туда. Так что в три часа увидимся в другом, где вторая часть пира. Спасибо. Теперь ваше время. До свидания. Родители могут подойти поздравить. Уже я немножко уже близкие. И уже голос за вам. Спасибо. Родители могут подойти поздравить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова